всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня посмотрите какую красоту я для вас подготовил ногтям здесь почти три месяца вы не ослышались почти три месяца и у нас есть вот такие вот очень клюющие ноготки сегодня будем их исправлять все расскажу все покажу ничего от вас не утаю ну в принципе у нас все относилось хорошо здесь у нас было укрепление гелем без поверхностного опила и вот такой вот легкий дизайн сегодня покажу как в домашних условиях работать без пылесоса посмотрите сколько пыли я уже скучаю если честно по своему рабочему месту снимаю покрытие твердосплавной фрезой на 25 тысячах оборотов аккуратными плавными равномерными движениями с одинаковым нажимом очень важно регулирует нажим при снятии для того чтобы не наделать таких рытвин и ямок которые вам потом все равно придется опиливать то есть следите за тем чтобы нажим был всегда одинаковый он может быть чуть посильнее чуть послабее в общем у всех он разные кто как приноровился но очень сильно не давите пилочка от мистик беру сторону которую меня пожестче на 120 грит сначала подставляю под два угла убираю основную часть и потом просто начинаю скруглять делаем форму миндаль но не слишком узкий то есть ближе наверное даже ковалу и смотрите сначала я опиливаю форму глядя на нее сверху у меня вылезают вот такие вот ушки я подставляю пилочку под ноготок и уже убираю вот эту вот провисающую часть так который нас сильно сильно виснет так как мы убрали длину раз мы также подпилили ноготь снизу два дальше мы зашлифовываем ноготок пилкой сверху стороной тоже шлифую на 120 то есть не мягкой так как у нас здесь есть тонкий слой геля все то же самое проделываю и на оставшихся 10 пальчиках пилки кстати пилит очень хорошо кто-то написал что недоволен имя такого никогда не заметила тем более вы всегда видите что я ей работаю и советовать вот вам то чем я не пользуюсь я бы никогда не стала эта сторона более жесткая поэтому остаются такие видите штришки небольшие но нам это никак не помешает вот что мы имеем после того как мы убрали длину кстати убрали мы ее ненамного хочу вам показать какая прилипшие кутикулы как она сильно наросла и вообще особенности такой кутикулы очень интересны сначала мы пушером аккуратненько просто отделяем ту часть которую нас прилип к лак ногтевой пластине и уже вторым проходом как бы полностью создаем карман но она у нас все равно ложится вниз поэтому мы берем пламя возьмите пламя обязательно по пухлей для такой кутикулу у меня пламя 0 25 диаметра и работаю я на небольших оборотах потому что кутикула сама по себе очень тонкая и карман это практически нет единственное что я могу здесь сделать это зачистить птеригий пламенем и рассказать вам как на такой кутикуле правильно сделать срез также что я делаю сначала на форварде прохожусь по левой стороне а потом на реверсе по правой стороне и когда я прохожусь на реверсе я немного приподнимаю кутикулу идя в обратную сторону ножнички у меня от сталикс про эксперт вот такие вот тигровые я вам их уже показывала и знаете если никогда нельзя заваливать ножницы они должны быть перпендикулярно ногтевой пластине то именно в такой кутикуле я их немножко как бы кладу на кутикулу и срезаю по маленьким 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 стежкам это очень помогает и постоянно еще левой рукой видите я кутикулу как бы взъерошиваю для того чтобы не увидеть и ни в коем случае клиента моего не поранить также можно сделать срез за несколько раз но если вы делаете второй раз ваши движения должны быть слайсовыми то есть вы начинаете срезать полотном ножниц и заканчиваете тоже полотном ножниц никак не кончиками иначе потом у клиента в дальнейшем будут заусенцы вот в принципе и все осталось нам только зашлифовать шлифу я эту кутикулу силиконовым шлифовщиком главное не касайтесь ногтевой пластины многие кстати спрашивают почему все это для того чтобы у вас в дальнейшем не было от слоек в этих местах так как этот шлифовщик именно шлифует и будет плохая сцепка материала в том месте где вы попадете по ногтевой пластине дальше мы берем базу каучуку от мистик и наносим тонкий грунтовочный слой так как у этой базы отличная адгезия я очень часто использую ее как под гелевое укрепление так и под другую любую работу гели у меня с собой дома не было но оказался файбергель и плюс его густота мне помогла положить так скажем побольше материала ближе к торцу ногтевой пластины и в дальнейшем не это поможет выровнять наш ноготь клюющий ну и на все ногти я также уже наношу его но не сильно толстым слоем таким средненьким без выравнивания без всего выравнивания буду делать базой вообще я люблю совмещать эту технику то есть я наношу файбергель не толстым слоем обычным и немножко потом просто пилочкой вот так вот зашлифовываю но я сразу скажу что этот этап занимает меня очень маленькое количество времени так как мы не опиливаем ничего а лишь только убираем волосочки которые нас немножко нам помешают нашему выравниванию сделали выравнивание базы и берем цвет под номером 51 честно этот цвет он поначалу показался нам очень смелым нам мне и моей клиентки но потом когда мы его нанесли на ногтевую пластину знаете я его могу охарактеризовать как цвет такой спокойный травянистый цвет даже наверное как будто бы хаки с блестками очень приятный он и бросается в глаза и не бросается одновременно в общем очень красивый плюс дизайн мы конечно же подобрали классный так что смотрите видео дальше чтобы увидеть какой дизайн мы подобрали под этот цвет покрываю эти ногти сразу топом я люблю так делать для того чтобы клиенты пока машут своими ручками не нацепляли мне лишних волос на уже готовые ногти то еще так делает признавайтесь и вообще я сначала делаю два больших пальца потом же все остальные ручки в общем вот так вот у меня так получается намного быстрее на два остальных ноготка я наношу цвет номер 80 это молочный холодный цвет он полупрозрачный и я его очень люблю использовать в качестве основу под рисунки потому что он не так сильно пачкается как например обычный белый гель-лак на втором слое тонкой кисточкой подвожу материал под кутикулу посмотрите гель-лаки не текут что очень удобно и можно делать сразу по два ноготка под кутикулу дальше покрываю топом здесь уже не важно каким топом вы покройте с липким или без липкого слоя так как мы его будем бафить вот таким вот бафиком бафим мягкой стороной которая на 220 грит и готовим наш ноготь к акварельному дизайну карандашом я провожу линию основную на которую я в принципе во всем дизайне и ориентируюсь и вытягиваю из треугольничков вот такие вот милые маленькие листочки сейчас работаю кисточкой рублев колонок номер полтора эта кисть у меня была в наборе который называется акварель от юлии белей я их отдельно почему-то не могут никак найти но знаю что они есть на самом сайте рублев только у них ручка другая взяла синий цвет ярко синий и расставляю вот такие вот точки кстати краской никогда не работаю из самой кювет и я работаю именно подкрашенной водичкой размываю немного мой синий цвет и пока подсыхают мои цветы я дублирую листочки другим цветом зеленого кстати видите как мы его хорошо подобрали что он подходит к основному цвету нашего маникюра рисую я их немножко конечно же внахлёст друг с другом наши листочки разного цвета но таким образом чтобы они расходились и создавали объем нашему рисунку после чего я вытягиваю вот такие вот тонкие хвостики немного где-то загибаю листик где-то спускаю вниз и взяла еще вот такой вот красивый фиолетовый цвет и уже оттеняю наш цветочек вообще честно я здесь ничего не рисовал просто расставила какие-то точки нарисовала листочки но акварель делает свое дело получился очень красиво и нежно дальше просушиваю где-то 10 минут акварель мы сушим и я беру черную гель краску от мистик без липкого слоя и прорисовываю вот такие вот тонкие лианы это как бы веточки наших цветов можно это было сделать гель краской но я решила так дальше наносим топ с липким слоем закрепляем акварель просушиваем и наносим топ без липкости вообще топ с липким слоем шикарно закрепляет любые дизайны я его люблю использовать для страз для слайдер дизайнов и для втирки а вот топ без липкого слоя дает отличный шикарный глянец в общем вот что у нас сегодня получилось если видео было для вас полезным интересным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал также подписывайтесь на мой инстаграм сейчас я там провожу розыгрыш своего курса по аппаратному маникюру с вами была татьяна сидоренко всем пока